Мы в Копенгагене Между Германией и Данией существует два вида паромных сообщений. Всего 58 в день. 47 между Путгарденом и Рёдби и 11 между Ростоком и Гетцером, которые мы, собственно, и выбрали. Между Путгарденом и Рёдби нам было не по пути. При составлении маршрута крутили Даню и так, и этак, учитывая пожелания каждого члена семьи. Мне очень хотелось в Лего Лэнд, в страну конструктора Лего. Но он находился совсем в другой стороне, в местечке Белунд, расстояние около 300 километров. Но это не все минусы. Так как основной упор нашего путешествия касался Норвегии, чтобы проехать её за три недели с самого юга на самый север, то Данию и Швецию мы решили ограничить исключительно посещением их столиц. В Данию мы приехали в середине июля. А это пиковый сезон. На всё. Отели, билеты, проживание. Нам нужно было отметиться на мысе Нордкап, самой северной точки континентальной Европы, не позднее 15 августа, чтобы нормально успеть домой и успеть на работу. Поэтому сразу после парома мы поехали в Копенгаген. Из 56 дней путешествия планировалось 12 ночей в отелях под крышей, а остальные в палатке. Он стал именно тем городом, в котором мы жили в палатке. Доброе датское утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро! Посмотрим, какая там погода. Восемь утра. Ни одного лучика солнышка. Сегодня 15 июля. Как видите, тепло и солнечно. Середина лета. И нам совсем не холодно. Карина, ты уже голодная? Давно. Давно? Стоишь возле мамы, выпрашиваешь еды? Вынюхивает. Вынюхивает еду. Октябрь месяц у нас примерно вот такой в наших южных широтах Украины. Вот такой октябрь. А у них это середина лета. Готово? Реально холодно. Настроение в Дании зависит от погоды. Утром – лето. К обеду – осень. Вот мы сели на автобус. Что-то мне кажется, что нам дали какие-то бракованные монеты. Все, что-то все. Они с дырками. У нас всегда, если что-то не нужно, они дырявят, чтобы потом не могли использовать. Так вот, нам, похоже, дали списанные какие-то монеты. Вот, время приобретения и время, до какого нам можно ехать при билетах. Билеты на автобус существуют нескольких видов. Есть разовые, есть часовые, есть суточные. Мы планировали доехать до остановки в форум, там взять велосипеды и кататься по городу целый день. Наивные все русскоязычные сайты врут. Это электричные велосипеды. Дима, ты играешь в гляделки кто-кого? Кажется, они меня обыграют в гляделки. Паркнулся, давай. Такого вы еще не видели. Гусь выбрался из озера и пошел через дорогу. Сейчас его все туристы снимают. Он ко мне идет, я боюсь. Пойдем сами. У нас большой мангал есть. Пойдем, пойдем, друг. У нас есть угли и мангал. Пойдем, будем дружить. Часа два с тобой. И тут случилось неожиданное. Это меланхоличное гусиное создание разгадало папины планы и клюнуло нашу камеру. Так, раскинули карту вот возле какого-то ресторанчика. И прикидываем, где мы. Вот мы вот здесь сейчас, вот здесь. Здесь был гусь. И мы переходим вот на эту часть, на сити-центр. Такие туристические карты можно взять на ресепшене отеля, кемпинга или в инфо-центре. Чуть позже мы покажем, как это делается. Городская ратуша – главное здание в городе. Нужно найти, где наш кемпинг. Редактор субтитров А.Семкин Мы выходили из ратуши и опять заходили. Провели там в сумме часа два. Библиотека мне понравилась больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вроде датский замок, туалеты должны быть дорого-богато, а на самом деле – пластик. После ратуши мы бесконечно долго окружили по городу в поисках этих чертовых велосипедов, но зараза нигде их не могли найти. Все вокруг перемещались на велосипедах, словно издевались над нами. Я даже приставала к прохожим, к жителям города с просьбой помочь и разобраться, как взять в аренду этот чертовый велосипед. Конечно, мы очень на них рассчитывали и специально перед отъездом путешествия учились вместе с Каринкой кататься на велосипедах в Анаргодаре. Но без специального мобильного приложения и привязанной к нему банковской карты взять велосипеды на прокат невозможно. А что же вы хотели? Европа, 21 век. Мы же оказались далеки от современных технологий. Но пока мы об этом узнали, находили по городу 10 километров и жутко переругались. Погода подстроилась, обдувала холодным ветром, грозила драматическими тучами. Мы переругались, и Дима сказал, что мы возвращаемся в Анаргодар. Хотелось плакать и шоколадку. Но вместо этого я купила блинчик с бананом и нутеллой по цене целого торта. Продолжение следует... Замучила этот холодный ветер. Не хотелось смотреть русалочку, кататься на корабликах, просто гулять по городу. Мы решили вернуться в кемпинг. А мне же хотелось куража и зрелищ. Мы в Копенгагене. Здесь Андерсон сочинял свои сказки. Но кроме меня никому гулять по городу не хотелось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Но даже автобусы проезжали мимо. Это был явно не наш день. Вместо кемпинга мама потащила нас смотреть какой-то знаменитый собор с прекрасным видом на город. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Все, мы добрались до самого верха. Прикольно тут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то мы нашли свою остановку, дождались автобус и поехали в свой кемпинг. За рулем была Седовласая Русалка. Копенгаген стал самым большим разочарованием в нашем путешествии. Город сказок и легенд совсем не оправдал наших ожиданий. В июле 2019 года в Копенгагене нет возможности взять бесплатно велосипеды. Что я имел ввиду? Раньше в Копенгагене была специальная соцпрограмма для туристов. Любой турист мог подойти на стоянку, на парковку велосипедов, бросить специальный монетоприемник 20 крон, вытащить велосипед из специального зажима, прокататься весь день и вернуть велосипед на любую парковку подобных велосипедов. Забрать свои 20 крон и быть свободным. Схема точно такая же, как тележки в супермаркете. Информация на русскоязычных сайтах в интернете устаревшая. Понравилось только христиане. Неформальный район хиппи и растаманов. Но о нем в следующей серии. Если вам кажется, что все это блогерство дается нам легко и естественно, и быть в кадре для нас это как-то природно, то вы ошибаетесь. За 5 серий накопилось столько неудачных дублей. Смотрите. Я не знаю, что дальше прочитать. Ты мне написала непросто. А стремение... Блин, надо все сначала говорить. Нет, это все обрежешь, да. Ну что с ним делать, никто не знает. Ветер, да? Ну даже автобусы проезжали мимо. Это был явно не наш день. Еще раз с другой интонацией. Понял, тихо. Странно и удивительно. Все, закончил. Стоп. Стоп, машина. Все, я все, все. Стоп. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»